Привет, пацаны! Сегодня у нас необычный ролик, можно сказать, тематический. Дело в том, что я вот сейчас буду играть в седьмой стране за последний год. Футбик, ну просто в обычный любительский футбик, я не какой-то профессиональный футболист, скорее я не особо умею играть в футбол, но как-то надо, во-первых, поддерживать себя в форме во всех этих путешествиях, во-вторых, находить какие-то круги общения, чтобы не сидеть тупо в одну каску. В общем, такое придумал себе развлечение, и в разных странах играю в футбол. Вот, сейчас я в Таиланде, расскажу, как здесь дела с этим стоят, как найти компанию для игры в Бангкоке, в Тбилиси и в прочих-прочих городах. Короче, приятного просмотра. Пошел я переодеваться. Все, короче, прибыл на поляну, переоделся, и сейчас сюрприз, главная загадка, как и в каждой стране, какой у пацанов здесь уровень футбола, потому что это максимально непредсказуемо. Где-то умеют играть в футбол, и ты выглядишь просто как днище, а где-то наоборот, ты там что-то типа даже можешь показать. Ну, посмотрим. Посмотрим, как пацаны русские тайцы умеют играть в футбол. Так, сейчас узнаем. Удачи нам. Зря я переживал, что уровень будет какой-нибудь запредельный. В принципе, мне повезло. И в первые 10 секунд матча, там, в неразберихе вот этой стартовой, где-то на 10-15 секунде, я уже забил свою фирменную говешку, не умею играть в футбол, что-то там заковырял между ног протарю, он опешил там все. Ну, короче, классика моего футбола. Вот. И в целом, моя команда играет неплохо. Короче, вот такую позицию выбрал для съемок. Чем отличается тайский футбол от какого-нибудь тбилисского или любого другого, где мне уже удавилось поиграть, это конструкции корта, корта футбольного. Видите, над ним такая крыша основательная, чтобы, короче, ну, в местном климате, тут же очень жарко, особенно под солнцем, я не представляю, вообще невозможно играть, поэтому такие вот футбольные корты под навесами строят. И это, наверное, спасение. Ну, мы играем вечером, поздно вечером. Ну, если играете днем, то, наверное, это вообще пытка играть под солнцем. Оп. Крыша от этого защищает. Вот. Но есть и другие особенности, например, типа супер влажно. Вот первый же матч я побегал, и весь вымок, ну, из-за местного тайского тропического вот этого климата. Поэтому тяжеловато немного. Ну что, неплохо поиграли, у нас супер вымок в этом климате играть, конечно, нужно привыкать, потому что очень высокая влажность, я не знаю, по видео не видно, мне кажется, но это жесткое испытание было. Надо выпить, наверное, побольше воды, чтобы не умереть вообще от обезвоживания в такой ситуации, потому что это тяжело. Вот. А все остальное расскажу, наверное, попозже. Сейчас там душите дела, и завтра дорасскажу, что вообще, где футболом занимался, в каких точках мира и все такое. Так что все только начинается, повествование. Прямо на футбольном поле продают пивас в лавке администратора, где платишь за полян, и там сразу же можно купить пивка и зафиналить футбольный вечер таким образом. Вот. Не пропагандирую, но прекрасная возможность для тех, кому хочется. Продолжим, продолжим. Я подумал, что раз уж я сейчас в Тае, то неплохо бы рассказать, что тут вообще насчет футбола уличного, что происходит на улицах, под мостами, во дворах и так далее. Я вообще очень редко встречаю здесь корты футбольные какие-либо, вот где установлены ворота, где бы команды могли играть между собой. Зато есть очень много кортов для такого, во-первых, настольного футбола, да, забыл, как он называется, и для такого волейбола ногами, тоже не помню, как называется, но это тот спорт, который показывали по Евроспорту. Жесть, смотрите, тайцы на полном серьёте играют в эту штуку с Евроспорта, типа волейбол ногами. Я думал, что это выдуманный вид спорта, несуществующий, шутворят вообще чертяки. Сейчас ещё один розыгрыш. Ну ладно, не в каждой розыгрыше феерия, но в целом вообще прикольно выглядит. Давайте ещё один подождём. Опа, опа. И... Выглядит довольно клёво, но если... Бам! Этот чел вообще раздаёт. Джеки Чан практически. Или Брюс Ли. Там такая эквилибристика, которую, ну, невозможно себе представить где-нибудь в наших там европейских странах, с европейской культурой. Здесь ребята вообще ногами лучше, чем руками раздают. Короче, хотелось бы поиграть и с тайцами в футбол. То есть я играю только с русскими всегда, не играю с местными. Ну, почти. Интересно именно с тайцами поиграть, потому что мне кажется, что они по технике вообще убирают. Они супер какие-то скилловые, очень хорошо с мячом обращаются. И раз уж они такие штуки делают через волейбольную сетку, то на классическом, так сказать, футбольном поле им ещё проще, наверное, должно быть с этим. Да, кстати, оцените, где я снимаю этот видос, это вот жилой комплекс, где я живу в Таиланде. Причём снимаю довольно дёшево, за 11 тысяч бат, то есть где-то 300 долларов примерно и 27 тысяч рублей. Такой вот жилой комплекс на берегу реки. Ну, и я решил рассказать по порядку, как всё было, в каких странах мне удалось поиграть, и как-то я находил компанию и так далее. Началось всё с Грузии. В какой-то момент мне захотелось пожить в Тбилиси. Люблю Тбилиси ещё в 19-м году, он мне очень понравился в туристической поездке. И я решил там пожить. И, естественно, одним из первых вопросов, когда я туда прилетел, было найти какую-то компанию для футбика, для спорта. Я просто зашёл в Телеграм, написал «Тбилиси футбол» в поиске по Телеграму, попал к неплохим чувакам. Вот, правда, они были далековато от центра, там в Исане, кто знает такой район. Прикольные ребята, и прикольно, что была практика несколько раз в неделю играть в футбик. Меня это радовало, это было, ну, я там познакомился с ребятами, это было и общение, и спорт всё одновременно. Вот. Постепенно я как-то вышел на другой чат. В том чате тоже были там уже и в Сабуртала, и в разных районах игры. Вот. И оказалось, что там целая чат инфраструктуры насчёт футбола. В Билиси очень много русскоязычных экспатов, тем более там в сентябре и дальше 22-го года. Поэтому было с кем поиграть в футбик. И всё чаще стал с ними рубиться. И там же в Билиси, кстати, произошла остросюжетная история. Вы, наверное, обратили внимание по начальным съёмкам, что я забинтовываю всегда руку. Это вот наследство футбола в Билиси. Потому что в Билиси я стоял на воротах, и мне мечом сломали палец. Вот. Так получилось, что теперь у меня сломан палец, он не сгибается. И дело в том, что после того, как я поехал там на скорой в больницу и всё такое, мне его вправили. И дали такую лангетку, сказали очень крепко затягивай, чтобы, короче, всё там держалось. Ну, я затягивал. Прошло недели три, и у меня полностью срослась кость на этом пальце. То есть он больше не сгибается. Там, типа, он как штык. Вот. Такая забавная история. Ну, забавная, но теперь операция стоит 2000 долларов, чтобы поставить туда другой сустав такой, типа, силиконовый. Вот. Поэтому я пока решил ничего не делать. Он, в принципе, этот палец мне не очень-то и нужен. Единственное, что теперь, когда я играю в футбол, мне порекомендовали забинтовывать руку, чтобы она была целиком. Чтобы, ну, короче, не травмировать остальные пальцы. Чтобы они были одним целым. Ну, в общем, такое вот наследие от Белиссии. Мне память на всю жизнь об этом белийском футболе. Эта история про палец, это всё, конечно, очень грустно. Но есть и хорошие моменты, что в Белиссии, я познакомился с ребятами из чата Playbox. Очень крутые чуваки. Я не знаю, кто они, айтишники или какие-то вообще маги, колдуны. Но это чуваки, которым удалось сделать целую телеграм-инфраструктуру вокруг, короче, вот этих вот наших любительских дворовых матчей. Снимали все матчи в прямом эфире. Подтягивали туда статистику игроков. Эта статистика связана с твоим профилем в телеге. Как это всё, какая-то магия, как это работает. Вот. Но это не так важно, типа, знать её устройство. Главное, что ты можешь там в прямом эфире и потом в записи посмотреть свой футбольный матч, посмотреть свою статистику. Это очень круто, потому что это добавляет интереса прям основательно твоим обычным вот этим вот вечерним там тренировочкам, твоему футбольчику. Ты как будто бы прям всё по-взрослому. У тебя есть карточка, как у Фи-Фи. И, блин, это очень крутая штука. Я ничего подобного вообще не видел. И всем ребятам из разных стран, когда показываю существование этого телеграм-бота и вообще такой футбольной вот этой вот лиги, не знаю, как это назвать, все удивляются, округляют глаза. Конечно, огромный респект. Я думаю, ничего подобного вообще на планете нет. И да, ребята из плейбокса начинали именно в Тбилиси, а сейчас у них есть филиалы, так скажем, в Белграде, вот здесь в Бангкоке, где я сейчас нахожусь. Кажется, ещё где-то, в любом случае, это очень круто, что тема пошла по миру. Да, кстати, о Белграде как раз, наверное, стоит рассказать, как в Белграде всё получилось. Я тоже просто написал «Белград футбол» в поиске телеграм, никакого тут секрета нет. И там был такой чат «Сборы Белград», кажется так, «Сборы футбол Белград», что-то такое. Тоже прикольные чуваки, все русскоязычные, тоже записывают матчи. Правда, там не было супер какой-то вот такой телеграм-инфраструктуры вокруг всего этого, но просто на листочке парня вели статистику, и тоже она как-то фиксировалась. Есть видеозаписи голов, сейчас покажу свои голешники. Просто всё на таком душевном, но, наверное, более простом уровне. Вот, тоже ребятам из Белграда, если кто-то посмотрит этот видос, направляю свои приветы. И что меня там ещё удивляло, что, во-первых, местные, сами сербы очень любят футбол, до и после всегда была занята поляна. Вот, во-вторых, если параллельно, скажем, играет в баскет партизан или цервена Звезда, то у всех близлежащих домов, да, ну вот этот корт, он был в каком-то там дворе. И когда там двушку или трёшку в баскете забивает баскетбольная команда, то из всех ближайших домов орут, радуются. Короче, любовь к спорту, к баскету и футболу в Сербии – это нечто вообще особенное. И, кстати, если говорить о Сербии, то специально для выпуска я надел свою футболку «Цервена Звезда». Вот, купил её на фанатской трибуне. Здесь написано «Любим свой стадион, алкоголь и женщин». Ниже написано. Очень клёвая вайбовая футболка и вообще в Сербии, как я уже сказал, культ футбола и очень много классных вещей можно прикупить. Я играл ещё в Португалии и в Армении, и там было всё примерно одинаково. Там мне даже не пришлось в Телеграме ничего искать. Я в Португалии просто вышел во двор. В Португалии особенно тем, что там все играют в футбик. Очень много кортов уличных, причём разных, как такой асфальт даже тупо, так и зелёный газончик искусственный, так и такой хард, знаете, как в теннисе, как на Australian Open. В общем, много-много разных кортов. И все постоянно заняты. Я просто приходил, просился к пацанам и играл. Честно, было очень тяжеловато с моим уровнем. Мне там особо делать нечего. Все португезы играют круче меня. Ну, зато в Лиссабоне купил себе свою вот эту вот тишку с обложки этого ролика. Сейчас постоянно в ней играю в футбол. В футболке сборной Португалии. А в Армении у меня просто там есть, был приятель, знакомый, знакомый знакомого, друга. Короче, сарафанное радио как-то нашло мне такой зальчик, и я бегал с армянами в зале. Там был такой попроще уровень, поэтому мне там было в целом довольно легко играть. Вот. Играли мы прямо на стадионе Урарту, кажется, называется. Там вот. На стадионе Урарту, на территории этого стадиона, но в зале. Вот. Ну и вот так вот понемногу-понемногу набрались. Много стран, в которых мне довелось поиграть в футбик. И, собственно, вот я здесь, в Таиланде, да, и это шестая страна за последний год, где мне довелось поиграть в футбик. Вот. И если говорить конкретно по уровню, то по уровню организации вообще вот этого всего футбольного действия на первом месте, наверное, будет Тбилиси, потому что там огромное население. Ну и, наверное, Португалия, потому что там просто ничего даже делать не надо. Вышел во двор и играешь, всегда будет компания, с кем поиграть в футбол из местных. Вот. А если говорить про именно уровень футбола, то, я думаю, тоже в Португалии самый сильный. В Португалии это просто культ. Вот. Ну и в Таиланде тоже довольно клево играют в футбол. Вот этот местный, то, что мне удалось видеть. Очень техничные такие азиаты. Мне кажется, с ними тоже по уровню вот тяжело рубиться. Странно, что они на общемировом уровне особо ничего не показывают. Ну и здесь я подхожу к идее, зачем в целом все это нужно. Мне кажется, что это вот все эти наши футболы, после того, как многие там уехали из России в последние годы и в разных городах там находятся без друзей, без родственников, без семьи. Это просто очень важно, что есть какие-то новые круги общения и футбол вполне себе может таким мостом стать для поиска новых друзей, новых компаний. Потому что во всех этих чатах, про которые я сегодня уже много раз говорил в телеге, ну просто самоорганизуются люди не только в футбол поиграть, но и пиво попить. И там куда-то сходить вместе, просто посмотреть на сборную, погулять и так далее. Короче, такой инструмент коммуникации. И круто, что вот, как знаете, из вот этих детских наивных воспоминаний, когда тебе говорят по телевизору, смотришь какой-нибудь чемпионат мира, и все говорят там, комментаторы, вот, сегодня там мир объединен футболом. Футболом, на самом деле, пожалуй, так и есть в разных странах. Вот за счет футбольного комьюнити мы можем находить людей, примерно близких по духу. Пусть так и будет. Всем спасибо, что досмотрели этот видос до самого конца, до этого места. Я побежал заниматься своими тайскими делами. Если хотите, подписывайтесь на канал. Тут будут всякие истории еще рассказывать, наверное, со всего мира. А если не хотите, то не подписывайтесь, ничего страшного для меня не произойдет. Вот тайское наводнение меня не накроет. Ладно, про Таиланд тоже будут ролики, так что давайте. До новых встреч.